Сегодня в мире насчитывается более 250 видов супов и сотни их вариаций. Однако существуют такие супы, название которых знает практически каждый, а все потому, что их невероятный вкус полюбился многим, и со временем их рецепты разлетелись по всему миру. Привет, вы на канале Кулинарный Топ, и это подборка 10 самых вкусных супов в мире. Номер 10. Лохикейта. Финляндия. Лохикейта, или уха по-фински представляет собой ароматный суп на основе жирных сливок и лосося. Настоящая классика финской кухни. Сливки удачно дополняют и подчеркивают благородный вкус лосося, делая все блюдо питательным, невероятно нежным и приятным на вкус. Это соблазнительное и очень аппетитное блюдо нравится даже тем людям, которые обычную уху не очень-то и любят. После приготовления уха должна немного настояться, чтобы сделать вкус блюда еще более насыщенным. Суп получается очень вкусный, ароматный, густой и сытный. Идеальное блюдо для согревающего обеда в северной стране. Номер 9. Чечевичный суп, Турция. Особой любовью в Турции пользуются крем-супы. Густые и нежные, они готовятся из самых разных продуктов. Однако самым популярным и вкусным считается суп из красной чечевицы под названием мерджимек чербасы. Его невероятный вкус может посоперничать только с его простотой приготовления. Дополнительный гарнир может включать маринованные овощи, от капусты до моркови и оливок. Чечевичный суп в сочетании с несколькими кусочками горячего ломтика лаваша и долькой свежего ароматного лимона, недорогая, сытная и душевная особенность практически любого меню, от высококлассных ресторанов до кафетерия в торговом центре или на рынке. Характерной добавкой турецкого варианта чечевичного супа служит перечная мята, которая в сочетании с другими ингредиентами создает превосходный вкусовой баланс всего блюда. Номер 8. Гамба, США, Луизиана. Это традиционное американское кушанье признано национальным блюдом штата Луизиана и представляет собой густой суп, который получает свою насыщенную консистенцию путем добавления соуса ру, что позволяет характеризовать его не только как суп, но и как жидкое рагу. Оно популярно как в каджунской, так и в креольской кухне, и в каждой из них существуют свои неповторимые по вкусу вариации гамба. По традиции главными ингредиентами этого супа, как и в большинстве каджунско-креольских блюд, являются лук, сладкий перец и сельдерей. В качестве белковых наполнителей чаще всего добавляют микс из морепродуктов, мяса домашней птицы и колбас, из-за чего блюдо имеет сходство с русской солянкой. Характерной вкусовой добавкой входящей в состав блюда является порошок высушенных листьев растения сосафраз, а также плоды растения окра. Традиционно в качестве гарнира подают рис. Номер 7. Гаспачо, Испания. Полюбившийся многим испанский суп гаспачо относится к блюдам средиземноморской кухни. Холодный суп отлично подходит для обеда в жаркий летний день. Также не секрет, что суп из помидоров весьма низкокалорийный и слегка острый, поэтому его рекомендуют тем, кто хочет похудеть. Основные ингредиенты – это перетертые вручную сырые овощи, очищенные от кожи спелые помидоры, огурцы и сладкий перец. Готовый суп заправляется уксусом или лимонным соком и оливковым маслом, а затем разливается по тарелкам и подается вместе с сухариками из белого хлеба. Сегодня скромный гаспачо, некогда бывший блюдом для бедняков, стал очень популярным. Стоит отметить высокий титул гаспачо, поскольку в июне 2013 года впервые за всю историю он подавался на приеме у короля и королевы Испании в традиционных деревянных тарелках. Номер 6. Том-Ям, Таиланд. Шестая строчка рейтинга досталась шедевру тайской и лаоской кухни, восхитительному пряному кисло-острому супу том-ям, популярнейшему блюду среди поклонников тайской кухни за пределами самого Таиланда. Особенно в западных странах. Остроту и кислинку блюду придают его неизменные ингредиенты. Перец чили совместно с тайской чили пастой под названием намприкпао, а также сок и листья лайма или манграс. Существует несколько вариантов этого супа на основе разных белковых начинок. Самым популярным и востребованным является том-ям кунг. Кунг с тайского переводится как креветка. И хотя первоначальный рецепт том-ям кунг не включал в себя кокосовое молоко, сейчас из-за мировой популяризации этого блюда оно является частым ингредиентом этого супа, особенно за пределами Юго-Восточной Азии. Номер 5. Борщ. Украина. И хотя этот суп является национальным блюдом многих славянских кулинарных культур, среди которых русская, белорусская и польская, а также румынская, литовская и молдавская. Однако вкуснейший борщ по праву готовят на его родине, Украине. Разве можно пройти мимо настоящего украинского борща? Традиционный украинский борщ – поистине вкуснейший суп, насчитывающий множество региональных рецептов. В Киеве, Львове и Одессе он будет абсолютно разным, но всегда невероятно вкусным. В основе борща неизменно присутствуют мясо, свекла, морковь и капуста. Также существуют и постные версии этого супа. Но независимо от разновидности борща, украинские хозяйки советуют уравновесить девичью окраску супа мужественным приложением, помпушками с чесноком и зеленью. Ну и конечно же заправить сметаной. Номер 4. Харчо, Грузия. Этот насыщенный суп знаком, наверное, всем. Его острота, аромат и особый пряный вкус полюбились миллионам людей во всем мире. Это неоспоримое сокровище грузинского стола и воплощение кулинарного искусства Грузии. Этот легендарный густой, наваристый, пряный и острый суп с большим количеством чеснока и зелени готовы предложить в каждом грузинском ресторане. Характерным отличием харчо от других мясных супов является использование при приготовлении только говядины. Харчо готовит с рисом в томатном бульоне на специальной кислой основе из сушеных слив ткемали либо тклапи, а также тертых грецких орехов. Номер 3. Буябес, Франция. Самый известный рыбный суп не только во Франции, но и очевидно во всем мире. Как и большинство популярных европейских блюд, этот суп ранее считался дешевой похлебкой, однако на данный момент является блюдом высокой кухни. Особенно славится этим супом провансальский город Марсель, откуда он и родом. Отличительная особенность этого рыбного супа от многих других заключается в предварительной обжарке овощей на медленном огне и обилием нескольких разных видов рыбы и морепродуктов. Правильно сваренный ароматный бульон и выборной свежайшей рыбы – главный залог успеха в приготовлении вкусного буябеса. Вы можете на свой вкус ароматизировать бульон, положив в него букет гарни или прованские травы. Суп подается в горячем виде вместе с ломтиками хлеба и соусом руй. Номер 2. Рамен. Япония. Это самое распространенное блюдо, которое готовят и едят практически все коренные жители страны. А еще рамен – единственное блюдо из лапши, популярное во всем мире. Оно представляет собой известный японский сытный суп на основе бульона, пшеничной лапши, мяса и других ингредиентов, выступающих в роли начинки. В каждом регионе Японии имеются свои вариации этого национального блюда, поэтому фиксированного рецепта не существует. Наиболее популярным белковым ингредиентом для этого супа является курица или свинина. Приготовление рамена состоит из нескольких этапов. Вначале отваривается бульон на основе различных овощей, кореней и приправ. Затем отдельно варится лапша, а после этого происходит сборка самого супа с добавлением основных ингредиентов и топинга, который может включать яйцо, зеленый лук и различного рода посыпку. Номер 1. ФОО. Вьетнам. Легендарный суп, являющийся самым узнаваемым блюдом вьетнамской кулинарной культуры и по официальным данным признанным одним из 50 самых вкусных блюд мира. Его готовят на основе рисовой лапши, ароматного пряного бульона со специями и приправами, а также говядины, курицы или рыбы. Самым популярным видом мяса для этого супа является говядина и он носит название ФОБОО. Чрезвычайно важно правильно приготовить бульон, который по завершению остается абсолютно прозрачным, что довольно сложно сделать при варке говяжьих костей. Готовый суп подается в сервировочных тарелках вместе с несколькими видами соусов и украшается ростками бобов, базиликом, мятой, зеленым луком, кинзой, перцем чили и дольками лайма. А какой ваш самый любимый суп? Делитесь в комментариях своими мнениями по поводу сегодняшней подборки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередную порцию подборок на тему топ 10. А я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем спасибо. Всем пока.